Всем добрый день! Нью-Йорк с вами. Лето 2015 года. Вы знаете, у меня такие сейчас насыщенные дни, что я выбрала вот сейчас моментик пообщаться с вами наедине, так скажем. И ответить на некоторые вопросы, и просто поболтать с вами. У меня дети ушли гулять самостоятельно, своей семьёй. Муж с сыном уехали на работу, а я вот занялась домашними делами и заодно с вами встречусь. Встретилась уже, вернее. Немножко хочу ответить на вопросы о семье моей дочери. Буду кратко говорить, подробностей говорить не буду. И попробую сделать видео не очень длинное по времени. Значит, семья моей дочери, потому что были вопросы на эту тему. Глава номер один. Глава этой темы номер один. Мой зять. Это мой второй зять. Мой любимый зять. Американский зять, которого я просто обожаю. Он старше моей дочери на 15 лет. И моя дочка никогда не любила почему-то сверстников своих. У неё первый муж был старше её на 10 лет. Он сейчас очень известный врач в Нигерии, в Лагосе. Это Грессичкин папа. Вот. Тоже мой любимый зять. Красавец. Просто я его обожаю. И мы дружим. У нас очень хорошие отношения. Он приезжал в Америку несколько раз по служебным своим делам. И командировки у него сюда. В общем, мы в хороших отношениях. А второй мой зять тоже связан с медициной. Он работает военным психологом. Как психологом в военном госпитале. Он имеет дело с бывшими военными и настоящими военными. И он помогает реабилитироваться военным. Особенно после каких-то военных действий. После Ирака, Афганистана. Каких-то из других каких-то горячих точек. Когда возвращаются военные. Там офицеры, солдатики. Все-все-все-все-все. У них, конечно, возникают какие-то психологические проблемы. Даже очень тяжёлые возникают проблемы. И в семье, и лично у них. И вот он помогает им, и их семьям реабилитироваться. И войти в нормальную жизнь. И он психологически помогает семье сохраниться. И самому этому военному человеку тоже. Психологически себя сохранить. Хранить и продолжать дальше жизнь гражданскую. И быть как бы полноценной, жить такой гражданской жизнью. Потому что проблем на самом деле очень много. Работа очень тяжёлая. Помимо того, что он в госпитале ведёт приём. Он ездит по каким-то конференциям. Он ездит на какие-то собрания по всей Америке. То есть он, я не знаю, как это сказать, участвует в каких-то таких вот даже... Не просто ведёт приём, а участвует в каких-то теоретических вопросах вот этой области. И свои какие-то предложения вносит, какие-то законодательные даже акты и так далее и тому подобное. То есть у меня зять занимается этим делом. Вот. Он очень из хорошей семьи. Он очень образован. У него несколько высших образований. То есть я довольна своим зятем, что он очень серьёзный, хороший человек. И в то же время мягкий, добрый. Такой вот... Дал моей дочке жизнь, американскую жизнь. Помог ей стартовать в этой жизни. И в общем, что ещё желать лучшего? Вот. И у них вот совместная дочка Лорочка, которой сейчас 11 лет. Это кратко. Теперь глава номер 2 этой моей истории. Моя дочь. Она, когда приехала в Америку, она уже хорошо знала английский язык, потому что она закончила ИНЯС. Если кто смотрел мои бывшие видео, я об этом всегда говорила, упоминала. Она закончила ИНЯС. Немецкая филология у неё специальность. То есть первый язык у неё немецкий. Второй язык был английский. Вот. И ей пригодился её российский диплом. Она здесь много лет работала, преподавала русский язык в военном институте, военнослужащем на кафедре русского языка. То есть она преподавала русский язык, она подтвердила свой диплом и работала несколько лет там. Вот. А потом муж ей сказал, хватит тебе работать, давай занимайся детьми, чтобы тебе никуда не бежать, никуда не торопиться, потому что это очень большая нагрузка была для неё. Она очень ответственный человек. И муж сказал, давай занимайся детьми и собой. И она вот уже несколько лет, она занимается, ну, старшая дочь уже выросла, вы её знаете, а с младшей доченькой она в неё вкладывает очень много сейчас времени, чтобы у дочери, понимаете, сформировался хороший фундамент, качественный фундамент, ну, её как бы, не то что характер, а чтобы она вступила в жизнь, подготовленной во всех отношениях. Ну, вы знаете, о чём я. Она вкладывает в неё образовательные и спортивные какие-то моменты, везде много они ездят, много они видят, много они читают, много познают, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть дочь сейчас занимается детьми в настоящее время. Ну, она, в принципе, согласилась с таким вариантом, и вроде как всем хорошо сразу стало. Вот. А что касается языка, вот Лорочка, например, она понимает всё практически по-русски, но говорить она по-русски плохо говорит. И то она вот за эти две недели, пока они здесь, она старается что-то выучивать, и плохие слова, и хорошие слова, запоминает всё очень быстро. Получалось так у нас в жизни, что, например, когда Грейс приехала сюда, ей было три годика, вот. Она, конечно, она английский язык быстро схватила, дети же быстро схватывают, и начала забывать русский язык. Но моя мама, моя мама, то есть Грейсичкина прабабушка, получается, она перед тем, как окончательно сюда переехать, жить в Америку, она приезжала по гостевой визе пять или шесть раз сюда. И по полгода эти пять или шесть раз были, и по полгода она жила у моей дочери, потому что там большой дом, там много места, там ей было лучше. Вот. У неё здоровье было ещё тогда более-менее нормальное. Она в Нью-Йорке останавливалась у нас на короткое время, и дальше она летела в Калифорнию. А на обратном пути в Россию она у нас останавливалась на какое-то время, и уже летела в Москву. Поэтому вот эти длительные пребывания моей мамы по полгода здесь, они дали положительные результаты. Грейс очень хорошо говорит по-русски. Вот. Причём она говорит по-русски стала с возрастом лучше, лучше и лучше. Но пишет она по-русски очень смешно. Она пишет по-русски такими, знаете, печатными буквами и пишет вот как слышит слово, так и пишет его. И иногда вот букву «Ы» она может перепутать. Сначала палочку написать, а потом вот этот крючочек, да, такой. Или там какие-то буквы. Очень смешно, когда она пишет поздравительные открытки нам, там, с днём рождения или с каким-то праздником. Они обычно открытку берут большую, и каждый член семьи пишет своё пожелание. И когда мы читаем пожелание Грейс, это очень кьют, очень смешно, очень здорово. Я всё это, конечно, оставляю на память. И она сама смеётся потом над своими вот этими писаниной такой своей как бы. Но в университете она хочет брать русский язык, хочет его хорошо изучить, чтобы писать грамотно, без ошибок. То есть она хочет всё-таки русский язык оставить в совершенстве выучить его. На сегодняшний день, вы знаете, что она в школе изучала, углублённо изучала французский язык, у неё, конечно, английский язык. Вот. А в детстве, когда была няня испанка, у них одно время была няня испанка, она испанский язык схватила. Но испанский язык почему-то она изучать углублённо не хочет, почему-то у неё нет желания испанский язык. Какое-то такое вот отторжение. Я даже не знаю, почему. То есть она французский, английский и русский язык, я так думаю, будет знать почти в совершенстве. Вот. А что касается языка моей дочери, то она, немецкий язык, конечно, она за это время подзабыла, но она может, конечно, так разговаривать, но не философствовать, хотя раньше она его знала очень хорошо. Немецкая филология это всё-таки такой, знаете, сложный предмет, я бы так сказала, там много говорить надо. А вот английский язык, она за эти 15 лет, что она здесь уже в Америке, 15 или даже 15 лет, да, наверное, или 16 лет, что-то такое, она в совершенстве почти его знает, то есть у неё никаких проблем нет, нет с этим. А вот лорочка, она ленится, когда она живёт в Калифорнии, она знает, что мама, папа, все говорят по-английски, поэтому мама с ней разговаривает по-русски, а она ей отвечает по-английски. И вот так повелось, повелось, ей легче, поэтому русский язык, конечно, для неё сейчас, ну, есть, есть, нету, нету, хотя в детстве она и книжки на русском языке, мы ей сказки читали, и там всякие, она мультики смотрела, а когда пошла в школу, когда окунулась в англоязычный мир окончательно, то она забывает русский, а поскольку мы сейчас видимся довольно-таки редко, в год, может быть, в общей сложности у нас получается там 3-4 недели видеться, и то, и то, знаете, так это очень хорошо, если месяц мы видимся, такого тоже иногда и не бывает, вот, то забывает, ну, ничего, что есть, то есть, если она повзрослеет, если она захочет знать русский язык, она потом выучит, выучит, главное было бы желание, у нее есть уже основа какая-то, она уже в курсе всех событий, она даже знает слово такое, мне вчера сказала, что-то там увидела на улице, нехорошее, что-то, вот знаете, что-то ей там не понравилось, я уже не помню, и говорит, не знает, как сказать вот эту ситуацию уличную, и говорит, фу, какашки, представляете, она мне выдала, то есть, она слово, вот этим словом, какашки, говорит, какую-то ситуацию плохую, вот она себе, сделала вот такое, вот какое-то, знаете, краткое описание ситуации, вот так, иногда такое выдает, просто смешно, конечно, на нее вообще, и смотреть, и общаться с ней очень смешно, вот, ну, вот такая ситуация у нас на сегодняшний день, Лора хочет быть ветеринаром на сегодняшний день, вот, ну, вот, короче говоря, посмотрим, как дальше, вот, все это, семья, Грессочка сейчас уезжает из семьи, она уже выросла, она уже взрослая, она вступает в самостоятельную жизнь, так что в Калифорнии уже семья становится всего из трех человек, вот, жить они в Калифорнии, конечно, просто окончательно не будут, они собираются переезжать в другой штат, то у них Орегон был в плане, то штат Вашингтон, но это где-то на северо-западе, они только там хотят жить, пока они еще не решили окончательно, вот, ну, вот такие дела про семью дочери, вот, ну, остальное вы потихонечку все знаете, конечно, эти дни у нас были очень интересные, насыщенные, я, ну, не везде, конечно, я с видеокамерой хожу, вот, потому что я своих семейных, честно говоря, немножко раздражаю, им приходится, как бы, не я под них подстраиваюсь, а они под меня подстраиваются, им иногда приходится очень меня ждать, когда я там что-то, что-то, что-то такое сниму, вот, ну, ничего, иногда, мой муж очень немножечко раздражен, но терпимо, то, что на камеру кто-то не хочет из членов моей семьи появляться, ну, не хочет, значит, не хочет, что я могу поделать, поэтому, если кого-то я особо не снимаю, просто человек не хочет появляться на камеру, ведь же не все хотят появляться на камеру, я и дочку-то с внучками, можно сказать, обрабатывала довольно долгий период, моя обработка, как бы, из уважения ко мне, поскольку они не хотят меня как-то обижать, они все-таки на камере появляются на короткое время, вот, но чтобы там на камере появиться на какое-то долгое время, моя дочь, ну, не хотят, потому что они не хотят свою жизнь выставлять на показ другим, а кто хочет это делать, это я какая-то ненормальная, остальные-то все люди нормальные, это просто я какая-то ненормальная, я это признаю, и, но я им сказала, что вы потом когда-нибудь мне скажете спасибо, потому что я хронику нашей семейной жизни, все оставляю по порядочку, а у вас эта хроника только лишь остается в каких-то фотографиях, видео они делают сейчас что-то очень такие незначительные, коротенькие, поэтому история семейной жизни на ютюбе будет храниться вечно, как сказала Грейс, потому что она считает, что ютюб это вечная, вечная такая вот тема, вот, поэтому вот такие дела, я сейчас, следующее видео сделаю, у меня есть видео ответ для одной замечательной женщины, поэтому я сейчас ненадолго прерываюсь, а потом я снова с вами встречусь, до встречи, пока-пока.